Дорогие друзья, сегодня мы сделаем такой новостной блог с каббалистом Михаилом Лайтманом. Первая новость. В Газе устранен был полевой командир израильскими ребятами. И вот сейчас они угрожают, что во время Песоха будут настоящие теракты, они не дадут нам покоя, и это будет бесконечно. Вообще сколько это может продолжаться? До тех пор, пока народ Израиля не возьмет за свою историческую миссию. Ну вот страшно смотреть на все эти кадры? Ничего страшного здесь нет. У нас есть в руках методика исправления всего человечества, доведения его до самого наилучшего, наивысшего состояния, а мы этим не пользуемся. И поэтому возбуждаем, именно сами возбуждаем все вот эти вот отрицательные силы природы. То есть вы уверяете уже не в первый раз, что все это остановится, исчезнет, вот эти враги станут нашими друзьями, даже до такой степени вы говорите, когда мы начнем выполнять свою миссию, да? Только лишь. И все придут нам помогать. И этот же Хамас встанет перед нами и скажет, скажите, что нам делать во главе с их полевыми командирами. Ну, дай Бог, чтобы вас услышали. Да. Следующая новость. Угроза американским евреям. Мы все время слышали это в Америке, это как цепочка антисемитских каких-то высказываний. Они там звонили людям, угрожали им. Оказалось, что это делал парнишка наш в Ашкелоне, еврей, 19-летний парень. Его сейчас взяли. Вопрос очень простой. Мы все время говорили, что антисемитизм растет. Может быть, он растет благодаря вот таким вот ребятам, которые раздувают. Ну, я считаю, что, конечно, хорошенько его розгами отстегать при всех. Так? Провокатор. Да. И кроме этого посадить в хорошее заведение, чтобы его перевоспитали, и сделать из него примерного воспитателя. То есть это не говорит о том, что нет антисемитизма в Америке, он не растет? Антисемитизм самый большой – это в самих евреях. Потому что они упали с высоты, когда они высказывались за возлюби ближнего как себя, в выполнении этого закона природы. Упали в беспричинную ненависть. И вместо возлюби ближнего – возненавить ближнего. Вот что среди них культивируется уже две тысячи лет. Так что, кроме евреев, я не вижу больших антисемитов. Ну, дальше. Англия, Тереза Мэй. И вот совсем обратная часть, она говорит, что надо поддерживать Израиль. Что если кто-то в ООН будет выступать против Израиля, Англия будет Израиль поддерживать. У меня нет никаких иллюзий по поводу Тереза Мэй и вообще англичан, как и в прошлом, и в настоящем. Они сжигали евреев в их же синагогах и так далее. Я видел эти все места, как они обращались. И естественно обращались с евреями. Так мы должны принять, что природа действует на всех. Таким образом на них, антисемитские, таким образом на нас. Что мы, что называется, ангшиоры. То есть упрямые и нежелающие справляться сами в первую очередь. То есть вы считаете, что это политический ход такой? Это политический ход для того, чтобы перебросить многие проблемы на Европу. То есть она говорит, мы за Израиль, мы против всех голосований. В пику Европе, которая проголосовала за все эти антиизраильские, эти ООНовские предложения. Так что ничего здесь в этом нового нет. Это чистая политика. Англичане в этом хорошо известны. Хорошие политики. Очередной ход такой. Очередной ход. Не более того. То есть внутренне, конечно, они не изменились. Они не могут измениться. Их может изменить только народ Израиля, если он примется за выполнение своей исторической миссии. А я вот думал, вот здесь следующая новость, что в Англии, как вы знаете, на прошлой неделе был такой серьезный теракт, который испугал практически весь Лондон и всю Англию. Там Хамид Масуд, тот, который родился в Англии, вроде бы уже англичанин. Он совершил теракт, убил троих, напугал, ранил массу людей. Я думал, что, в принципе, из-за этого вдруг Англия стала лучше относиться к Израилю. Подумала и поняла. Ничего не изменит отношение к Израилю. Ненависть останется ненавистью. Она может проявляться внешне, больше или меньше, но это закон природы. И поэтому его не изменишь. А вот то, что родившиеся там практически люди, ставшие англичанами. И что значит он стал англичанином? Родился там. Даже если он принял христианство. Это не имеет значения. И его природа относительно евреев, чисто такая ненавистническая, антисемитская, она осталась. Но он, в принципе, убил не евреев, он убил там граждан. Да, естественно. Потому что ислам должен завоевать весь мир и стать, действительно, перекрасить весь мир в зеленый цвет. Вот об этом говорится очень интересно. Есть в Испании местность, которая населена в основном мусульманами. И вот сейчас появились плакаты там в городе, призывающие мусульман жениться на христианках. И тем самым увеличивать, увеличивать количество мусульман. Говорят, мы возвращаемся на свою родину. Правильно, потому что Испания когда-то была завоевана мусульманами и долгое время была под их властью. То есть есть такая группа, которая занимается именно этим, огромное количество лайков в Фейсбуке. Согласно исламу, те земли, которые когда-то, хоть на какое-то время были исламскими, они обязаны вернуться под ислам. Это в первую очередь. Не говоря уже о том, что вообще весь земной шар. Так что я могу вполне их понять. Ну, коронный вопрос, что будет вообще с Испанией, допустим, например? Ничего не будет, тоже со всем миром. То есть ислам, он покроет весь мир. Будут, конечно, большие проблемы с христианством, православием в особенности. Но ничего, справятся, так сказано в Торе. Ну, а что с нами? Как мы справимся с этим? А вот когда они пойдут против нас, тогда им станет плохо. А все-таки им станет плохо, если они не пойдут? Но вначале они завоюют Европу. Понятно. Вот дальше об эмигрантах. На прошлой неделе утонуло 240 человек на корабле, который ушел в Италию. По статистике, в прошлом году затонуло 5000 эмигрантов, которые плыли в Италию. То есть прорыв все равно в Европу существует. Какие бы заборы Европа ни ставила, плывут и плывут. Каждый день тысячи новых эмигрантов из Ближнего Востока и из Африки приходят в Европу. То есть так или иначе это не остановить, вы считаете? Не остановить, нет. Это исторический ход, так должно быть до тех пор, пока Европа не начнет по-настоящему производить абсорбцию, колонизацию, добрую колонизацию Африки и Ближнего Востока. Вот это объяснить. Когда она будет восстанавливать там правильные взаимоотношения, а как они могут, если они сами такие эгоисты, европейцы? Когда они будут там открывать университеты, школы, поснабжать все, чем надо. Короче говоря, обучать их, чтобы они могли создавать правильное, развитое общество. То есть ваша позиция постоянно там, на месте, да? Они неправильно колонизировали Африку. Ну, естественно, подавили ее. Да, поэтому сейчас они пожинают эти плоды. То есть вы за другую колонизацию, только воспитанием? Только лишь воспитание и обучение? На месте. На месте. Для того, чтобы они создали на своих землях, откуда они, где они вообще должны существовать, чтобы они там создали правильное общество, доброе. И было бы хорошо, они бы не полезли бы в Европу. То есть вы считаете, можно восстановить разрушенную Сирию, Ливию, все это разрушенное? Если Запад приложит к этому средства и силы, конечно же, может. Если он поймет, что именно таким образом надо действовать. То есть практически те средства, которые идут на то, чтобы их адаптировать к местным условиям, лучше? Это намного дороже, чем на месте там, в Сирии. Там это в сто раз минимум дешевле, чем любое действие в Европе. Ну, давайте теперь перейдем к Трампу. Трампу не очень удается вот последнее отменить закон, например, очень крикливый закон о медицинской страховке был. И Трамп попытался его отменить, и не смог. И говорят, что это начинает цепочка его неудач, так это называют. Один в поле не войн, что называется. Так что, если против него вся эта бывшая президентская рать, то, конечно, он с ними не знает, сможет ли справиться. Хотя у него есть прекрасные побуждения. Но, видишь, не с Россией он боится заикаться о том, что хочет наладить отношения. Не с НАТО. То, что он хотел серьезным образом оборвать такую поддержку массивную. Сколько тратится на это денег. Пускай Европа сама заботится, а она не хочет оплачивать НАТО. Почему американцы должны там зонтик все время свой держать. И так далее. То есть, в принципе, проблема политическая. Проблема в том, что его не поддерживают. Что бы ему посоветовать? Американцы просто погрязли в свои внутренние склоки политические. И не более того. Никто не принимает в расчет, что хорошо для мира и для Америки. А что хорошо для своих узкопартийных интересов. И поэтому, конечно, его положение незавидное и будущее в тумане. Ну, что бы вы ему посоветовали, как каббалист? Я бы ему посоветовал бы все-таки собрать всех евреев американских и сказать им, «Вы хотите, чтобы вам было хуже? Вам будет хуже, если я исчезну?» И не думайте, что вам будет лучше. Давайте вместе будем решать эту проблему. То есть, вы видите в объединении евреев Америки? Спасение Америки и мира только в объединении евреев. И у Трампа есть к этому ключ. Есть все-таки евреи, которые за него, хотя их и немного. Основная масса евреев против него. Как обычно, евреи самые большие антисемиты. Я очень надеюсь на то, что можно было бы это сделать, если бы он был согласен на это и понимал, что им говорить и как их поддержать. То есть, еще раз, ключ в объединении евреев Америки, ключ в спасении Америки и мира. Вообще, ключ ко всему – это в объединении евреев. И у него есть такая возможность. Вот следующая новость. Я готов ему помочь. Следующая новость. В Израиле приближается день объединения евреев. Это день хороших дел, это называется. Как вы к такому дню относитесь? Если только один день такой, когда мы можем, пересиливая себя, на показуху работать на добро к ближнему, от этого ничего хорошего не будет, а может быть даже и хуже. То есть, нам надо осознать, насколько мы эгоисты, и насколько мы можем все-таки обязаны переделать себя, и что существует методика нашего изменения, нашего исправления, нашего перевоспитания. И она существует. И я готов предложить ее и показать, что она существует вместе же с нашим происхождением. От Авраама она идет. Так что, я очень-очень надеюсь на то, что когда-нибудь евреи нас услышат и объединятся, и дадут пример всему миру, и так весь мир придет к спокойствию. Что-то методика существует, об этом как бы вот буквально три дня назад, в течение трех дней последних, вы говорили на конгрессе в Киеве. Вот немножко об этом конгрессе. Я очень хотел бы, чтобы вы сказали, как он прошел. Там были разные люди, разный их народ. Из 20 стран. Причем в Киеве, на Украине. В истории не было более антисемитского народа, чем украинский народ. Даже немцы ужасались отношением украинцев к евреям во время Второй мировой войны. Ужасались. С другой стороны, там в течение многих сотен лет была очень большая еврейская община во всей Украине. Оттуда произошло очень много каббалистов. Там, где антисемитизм процветает, и одновременно иудаизм относительно него процветает. Потому что, в принципе, все завязано одно на другое, чтобы сделать взаимное исправление. Вот мы этим и пытались заниматься на Украине. И действительно получился потрясающий конгресс. Кроме приезжих из Израиля, там 140 человек, было, может быть, человек пять местных евреев, и то вряд ли... В основном украинцы были, ребята, из Америки приехали, из Европы. Причем украинцы из местечек, из всевозможных маленьких городков. То есть, такие, что... Я сидел в кругах ощущения. Просто братья. Именно, да. Вот это и должно раскрыться в мире. Что именно самые большие антисемиты, которые ощущают себя в ненависти к евреям, именно они готовы ощутить внутри себя, почему они таким образом ощущают этот народ еврейский. И они раскроют эту истину, и это их изменит. Поэтому мы проводим такие конгрессы. И вот я должен через месяц уже лететь в Южную Америку, Чили, Бразилия, Мексика, вот затем в Северную Америку, Соединенные Штаты. Я там не увижу такого. Вот этой... Остроты. Да, отношения к евреям этого нет. То есть, у них нет... Ну, нет той основы для ощущения необходимости исправления. Так что, я считаю, Конгресс был очень удачным. Это очень серьезное продвижение вперед. Это очень большой свет для Украины. Я надеюсь, это толкнет ее и все человечество, все остальные страны к исправлению, к пониманию, что здесь находится источник исправления именно в отношениях между антисемитами и семитами. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok